Всем привет! Сегодня на обед у меня каннеллони на основе фарша и овощей. Сковорода у меня раскалилась, я добавляю оливкового масла. Если у вас нет оливкового, можете добавить простого растительного масла. И обжариваю фарш. Фарш у меня наполовину говядина, наполовину свинина. Всего 500 грамм. Пока фарш обжаривается, я подготовлю овощи. Всего у меня овощей четыре вида. По 50 грамм, то есть в общей сложности 200 грамм. Вы можете свои овощи комбинировать так, как вам удобно. Значит, я взял 50 грамм корень сельдерея, 50 грамм корня петрушки, 50 грамм моркови и 50 граммов лука порей. Вы можете просто добавить только один лук. Овощи я нарезаю на небольшие кубики. Перемешаю фарш. Овощи готовы. И теперь я подготовлю помидорную основу. Так, 500 миллилитров пассерованных помидор. Отправляю в медный стакан. Нарезаю два зубчика чеснока, столовую ложку сахара без горки, немного соли, прованских трав, щепотку и немного майорана. И все это я взбодрю погружным блендером. И масса готова. Фарш у меня обжарился. Я его присаливаю, перемешиваю и отправляю в сито. Добавляю сюда опять масло и отправляю овощи. Овощи только мы слегка пассируем. Сразу можно присолить. Овощи готовы. Я также отбрасываю их в сито. Вы возможно спросите меня, почему я все время отбрасываю в сито? Я вам скажу. Бывает, что иногда я готовлю по полтонны такой основы. И я готовлю его без добавления жира. А фарш ко мне доставляют мороженое. И вот этот весь фарш я обжариваю без жира. И знаете сколько там потом жира вообще всплывает? Я посмотрю, мне плохо становится. Только по этой причине я стараюсь избавиться от излишков жира. В маленьком количестве, конечно, это незаметно. Но можете мне поверить на слово, холестерина в фарше более чем достаточно. Я вам просто в качестве примера приведу, что из одного килограмма обжаренного фарша остается примерно 540-580 грамм. Ну это так. Я понимаю, что там жидкость, что там вода, но тем не менее жир там тоже присутствует и в большом количестве. Кто хочет есть жир, ради бога. Так, фарш опять отправляю в сковороду. Добавляю помидорную основу. Накрываю крышкой и тушу, чтобы фарш у меня стал мягким. Не нужно забывать, что здесь присутствует говядина, поэтому процесс будет немного длиннее, если бы это была свинина. Фарш у меня уже потушился, он стал мягким. Помидорная основа уварилась и теперь я добавлю овощи. Все перемешиваю и теперь нам нужно, чтобы масса остыла. Я сделаю проще, чтобы этот процесс был более быстрым. Переложу массу в небольшую кастрюлю и кастрюлю поставлю в холодную воду, чтобы она остыла. Массовая подостыла и я могу с ней работать дальше. Теплую массу я перекладываю в кондитерский мешок. Так, форму для запекания я отправляю часть бешамеля. Да, как готовится бешамель вы найдете на моем канале. Ссылку я оставлю. Так, ну и начинаю заполнять каннелуни. Значит, каннелуни у меня всего 250 грамм. При наполнении их начинкой будьте аккуратны, не нужно давить силой, иначе они у вас будут просто на просолопаться. И не расстраивайтесь, что у вас соус остался в тарелке. Вы его потом добавите в основной соус. Если у вас нет кулинарного мешка, вы точно также можете всю эту операцию сделать при помощи чайной ложечки. Так, ну вот, масса у меня закончилась. Осталось буквально три трубочки. Ну, я сделаю очень просто. Я их сломаю и добавлю сюда. Если вы хотите, мало ли, пожелаете разместить все трубочки, то добавьте на 100 граммов фарша больше при обжарке. Не полкилограмма, а 600 грамм. Так, ну и оставшийся соус, то, что я имею, я выдавлю сюда. То есть еще на одну штучку бы хватило, но не буду. Более того. Так, заливаю все соусом бешамель. На соусе не экономьте. На это количество каннелуни, на 250 грамм сухой массы, я потратил ровно 1 литр соуса бешамель. Сыр я возьму голландский, гауда. Я не люблю пармезан, так как пармезан очень плохо плавится, потому что он уже такой вызревший сыр, и в нем больше жира, чем той основы, которая нам нужна, чтобы она плавилась. И придала нашим каннелуни отличный цвет. Сыра понадобится примерно 120-150 грамм. Так, ну и отправляю каннелуни в духовку при температуре 160 градусов без конвекции на 40 минут. Если я замечу, что этой температуры будет не хватать, то я добавить ее все могу всегда. Каннелуни должны у меня провариться, так как у меня тесто само не готово. Так, ну прошло 15 минут при 160 градусах. Я особо изменений не наблюдаю, поэтому я температуру увеличу до 180 градусов. Так, ну то, что я вижу, мне уже нравится, но я добавлю еще 5 минут. Увеличу температуру на 210 и включу только гриль с конвекцией. Ну, в общей сложности каннелуни я запекал 45 минут. 15 минут при 160, вверх-вниз, далее при 180, 25 минут и 5 минут под грилем при температуре 210 градусов. Ну, как я уже ранее говорил, что у каждого духовка индивидуальная, она готовит, греет по-разному, поэтому нужно ориентироваться на свою духовку. Так, ну что мы тут долго рассуждаем, нужно снимать пробу. Ну, значит, я считаю, что вот такой вот гастроемкости наестся четырем взрослым мужчинам вполне достаточно. Каннелуни, так же, как и лазанья, они не должны быть сухими. Они должны быть хорошо пропитаны соусами. Если вам понравилось это видео, мне будет приятно, если вы оставите свой комментарий, а так же, если вы им поделитесь со своими друзьями, это поможет приобрести моему каналу популярность. А я на этом с вами прощаюсь и желаю вам всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok